Практикую Иисусову молитву Как вы учите Безобразно, безвидно Приходит в сердце чувство радости Тепла, полета Ой, радоваться нельзя Батюшка, купаюсь в нем Продолжаю творить молитву Это благодать Божия Ой, вот то, с чего я начинал беседу Я сразу, вот сейчас вспомнил слова апостола Всегда радуйтесь и непрестанно молитесь Какие-то страшные слова сказал апостол Павел И неправильные Радуйтесь и непрестанно молитесь Можно перевернуть еще и сказать Непрестанно молитесь и всегда радуйтесь Но почему-то апостолу Павлу это было возможно Не только самому так жить Но и другим рекомендовать Ну почему же радость стала опасна Греховна, как-то подозрительна Мы созданы для радости Ну радости духовной Ну а когда у вас есть духовная радость Ну и радуйтесь И других радуйте Сейчас в мире так много Всякой беды, скорби, тяготы Ну и достаточно уже этого Принесите другим немножко радости Через свою радость Если на молитве приходят слезы От своего окаянства То, наверное, от какой-то мысли Ощущения Например, вспомнил Ощутил Бога Свои грехи перед Ним Это, наверное, от своего батюшка А не от благодати Или такое воспоминание от благодати Поплакался, успокоился Потом сердце щемит Как относиться? Остановить молитву? Подождать или продолжать молитву Не обращая внимания на эти слезы Если я не ошибаюсь, кажется, батюшка Серафим Советовал остановиться Но, может, он говорил про другие слезы Ваш отрывок, письмо с Афона Есть еще что-то, чем я живу Чувствую в глубине сердца Но и там, возможно, ошибка, иллюзия Поэтому я освобождаю свой духовный труд Да, знаете, вы вначале, пока вот вы ее накатываете, нарабатываете молитву Делайте и делайте, не останавливайтесь Больше и больше делайте, не останавливайтесь У вас еще нет вот такого чуткого, я говорю, тонкого чутья И постоянно вы будете путаться И на грех отвлекаться, и на нейтральное И хоть и на хорошее Не останавливайтесь Идите, 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 идите Делайте, делайте, делайте А то, что вы говорите От вас самих есть Ну, это как бы естественно Ну, вы еще пока сами в себе Ну, это естественно Ну, в какой-то мере И это полезно, но нужно знать меру Не нужно на этом Этому много уделять значения, внимания Когда читаешь Иисусову молитву Нужно ли после 10, 20, 30 узелков Обращаться с просьбами к Богородице, святым Или лучше не отвлекаться Лучше не отвлекаться Знаете, если вы накатаете молитву Вот если вот долго потрудитесь, потерпите И она у вас будет уже естественно идти Вот вы, не нарушая молитвы У вас пройдут эти просьбы Вот просто, знаете, одним коротким впечатлением Вы в одну минуту можете Все свои просьбы высказать В одну секунду Потому что они будут идти не текстом Литературным Они будут идти вот движением сердца Сердце мыслит очень быстро И поэтому даже за кого-то вы сможете молиться Не оставляя молитву Иисусову И не называя этого человека по имени Не объясняя его ситуации Что и как Вот одни впечатления вы за него сможете помолиться Ночко Елена спрашивает Во время молитвы нападают неприличные помыслы Как поступать? Не смущаться Потому что если вы смутитесь К вам это прилипнет Не пугайтесь Опять же Потому что испуганному человеку тоже Просто сами себе Понимаете, это не мое Отчасти я способна на все, да Но вот сейчас это не мое Я не даю этому согласия Я даже не рассуждаю на эту тему Даже не останавливаюсь на секунду Чтобы сказать Уйдите Вот не останавливайтесь Ни на долю секунды Вот как шли, так и идите Не замедляйте шаг Пусть вокруг вас там эти собаки бегают Лают Чуть ли не за икры вас хватают Вы должны идти, 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 идти Не останавливаться Со временем, со временем Когда ваш ум найдет вот это место Вот здесь тихо Здесь полностью Вот когда бум будет сюда уходить Вас меньше они будут тревожны Но чтобы к этому прийти Очень много терпения И труда надо У меня иногда возникает чувство Вместо правила совершать сразу Иисусову молитву Ну и хорошо Духовника у меня, к сожалению, нету Как быть? Сразу совершать молитву с поклонами Иисусову Заменяя ею все правила Или же все-таки Хотя бы начальные молитвы Нужно читать И полностью не опускать правила Заменяя ее Иисусову молитву Ну можно Можно правила Тут, наверное, говорится О правиле каких-то молитв Ну да Можно заменить Иисусову молитву Но я говорю, вначале Царю Небесному Прочитать Немножко умом собраться Господи благослови И начинайте Батюшка, какое место в молитве Должна занимать молитва Своими словами Ведь знают Господь и Пресвятая Богородица Все наши нужды Тревоги Боль сердца Тогда не нужно же долгих прошений А имена называть надо Например, когда молишься Пресвятой Богородице Вообще нужна ли молитва Своими словами Или достаточно Господи Иисусе Христе Помилуй меня Ну я думаю Вы опытно К этому просто естественно Придете Помните, я рассказывал О случае, который Антоний Сурожский Рассказывал Как он в Англии В своем храме Увидел, что приходил Пожилой человек И постоянно приходил Садился напротив распятия И мог час сидеть Больше сидеть Перед этим распятием И владыка Антоний Говорит У меня как-то Ну вот я, говорит Позволил себе Подошел Деликатно извинился И сказал Это он пожилому человеку Простите, пожалуйста Я вот смотрю Вы вот Часами сидите Перед распятием А как вы молитесь Что вы говорите Богу И этот пожилой человек Говорит А я ничего не говорю Я смотрю на него Он смотрит на меня Я понимаю Что он все знает Он меня наскосеет Наши взгляды встретились И слово не нужно Поэтому у святых отцов Молитва Чем внимательнее И глубже в сердце Происходила Тем сокращалось слово А потом вообще слово Останавливалось И приходило состояние Иступления Когда уже Оно было Выше слова Человек говорит Вот ведут споры Иисуса Вы полное Неполное Что такое полное Что неполное Кто-то говорит Категорически Только Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй на грешного На фоне Иисусе Христе Помилуй на кире Иисусе Христе Лейся Но когда человек В молитве У него состоялась Встреча с Богом Эта молитва Может вообще Уже потом Переходить Господи Иисусе Иисусе Христе Иисусе Христе Она потом может Просто Иисусе Иисусе А потом может Словесная форма Ее вообще Остановиться И она И не нужна Уже Человек смотрит На Бога Бог смотрит На него Иисусе Христе